Всем добрый вечер! Приветствую вас, мои дорогие друзья, на новом видео. Спасибо, что заглянули. Добро пожаловать на ролевую игру близким шепотом. И прежде чем начать, хочу пригласить вас на свой канал на Boosty, где видео выходят два раза в неделю, стабильно, различного плана. Канал платный, но недорогой. Эти видео не дублируются с ютубчиком, поэтому если вам интересно, если вы хотите больше контента, то, конечно же, добро пожаловать. Рада каждому. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее и будем начинать. Добрый вечер. Проходите. Устраивайтесь поудобнее и, конечно же, поделитесь, для чего вы сегодня ко мне пришли, что вас беспокоит, какие пожелания, ну и вообще. Так, кое-где хотите применить инъекции, да? Так, а в каких именно зонах, что вас беспокоит, что не нравится? Ну, для начала я, конечно, осмотрю вашу кожу, все ваши какие-то мимические морщинки, которые вас немного беспокоят. И, конечно же, скажу свое мнение, предложу свои варианты, потому что в этом деле самое главное не переборщить. Потому что кое-где, может быть, вообще не потребуется, где-то совсем чуть-чуть, но где-то, может быть, и правда, нужно добавить чуточку больше. Хорошо. Вы когда-нибудь уже кололи какие-то инъекции в лицо? Нераза, да? Ну, мне очень приятно, что вы обратились именно ко мне. Благодарю. Очень надеюсь, что я оправдаю ваши ожидания, что все сделаем как нужно. Процедурка эта бесполезненная, не переживайте, потому что иголочка там, ну вот прям маленькая-маленькая. Так, ну и позвольте я сразу надену перчаточки. Немного протру личико, чтобы полностью посмотреть, как работают мышцы. И куда именно вы хотите? Так, значит. Так, вот тут протру. Так, чуть-чуть. Ну, личико чистенькое. Ничего очищать долго мне нужно, так немного просто смахну. Какие-то загрязнения от улицы от сегодняшнего дня, чтобы была личико чистая. Так, 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 так. Хорошо. Так, вот тут, да, думаете? Немножко улыбнитесь. Потому что, знаете, это такая зона, которая не всегда всем подходит, потому что гиохроновая кислота имеет свойство мигрировать и иногда притягивает жидкость. Поэтому бывает так, что наоборот становится потом только хуже. То есть это не всем подходит. Но у вас такой тип, так сказать, старения, который позволит это сделать. Можно немножко вот сюда добавить, но на эти совсем чуть-чуть, чтобы было незаметно и все равно, чтобы гиохроночка ничего не притягивала. Так, дальше. Так, здесь. А, вот так вот сделайте. Нахмурьтесь. Так, но, если честно, не сильно видно какой-то проблемы и, мне кажется, можно еще немножко походить так. Потому что, ну, я не вижу какого-то прям залома. Так, в целом тут все нормально. Может быть, совсем чуть-чуть расслабить мышцы, но можем еще спокойно полгодика-годика походить. Так, тут как вы скажете, но я бы не рекомендовала. Хорошо. Так, вот здесь, да, возле глазок. Так. Немножко вот так прищуритесь. Активно, да, улыбаетесь обычно. Ну да, здесь немножко можно добавить. Здесь я не против. Да, нормально. Немного есть мимические. Да, дискомфорта никакого вы испытывать не будете. Ну, то есть, когда препарат начнет действовать, все будет нормально. Так, еще где-то на лбу, да. Так, поднимите бровки, удивитесь. Ну, можно тоже немножко, самое главное тоже нам не переборщить буквально вот. Совсем чуть-чуть добавим. Тут, знаете, самое главное попасть, конечно же, в нужные точки, но это уже от меня будет зависеть. И по количеству, чтобы брови не опустились. Бывает такое, когда слишком много внесут в колет, то бровки могут сильно опуститься. Ну и то есть, нужно будет только ждать, когда препарат полностью рассосется, чтобы потом бровки опять поднялись. Поэтому я, конечно же, тоже предлагаю сделать совсем чуть-чуть, потому что каких-то больших проблем или такой острой необходимости я не вижу. Так, значит, мы сюда вкалываем гиалуроночку. Да, немножко заполним вот эти вот носогубные складочки. А вот эту часть, вот эту мы трогать не будем. Я предлагаю еще немного подождать. Ну и вот здесь вот вокруг глазок тоже мимические морщинки заполним. И над бровками тоже чуть-чуть добавим. Так, ну начнем тогда с потолотоксина, чтобы расслабить наши мышцы. Так, давайте я еще раз дам немного, протру. Не знаю, слышно или нет, стригут траву. Зимой, конечно, таких проблем вообще нет. Сейчас сложновато, чтобы была прям полная тишина постоянно. То где-то ремонт, то травку стригут. Такое дело, то трубы меняют, так что... Надеюсь, что он вас не напрягает. А нанесу немножко обезболивающего кремчика. Так, вот эти части. Вот так, это мы не трогаем. Так, вот сюда. Так, и на загубники. Так, хорошо. Сейчас немножечко посидите. Сработает. В целом, если честно, то многие, ну или некоторые, могут терпеть и так, но болевой порог у всех разный. Поэтому, для такого спокойствия я обычно наношу крем. Он все-таки немножечко обезболивает и так клиенту поспокойнее. Так, значит, здесь пока оставляем и начинаем с вот этих мест. Так, возле глаз. Так, возле глаз. Так, возле глаз. А тут пока пускай побудет. Так, делайте глубокий вдох и говорите насколько вам больно или не очень больно. Я буду водить прям чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так. Как ощущения? Не чувствуете, да? Очень хорошо. Так. 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 Хорошо. Так. Кофе не били сегодня утром. Но ничего не кровит абсолютно все. Гладко. Так. И вот так. Хорошо. Так, ну сейчас вы ничего не поймете. Нужно будет подождать недельку. Через несколько дней начнет препарат действовать. Так. Следующая сторона. Так. Потихонечку. О, не понял? Хорошо. Так, немножко так надену. Так, 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 так. Так, ну, одинаковое количество колола, я считаю, больше не нужно. Подождем лучше доколоть, чем переколоть. Так что в этом плане лучше немножечко перестраховаться. Так, вот эту вот, давайте в сторону. Так, чуть-чуть. Так. 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 Вообще-то не ощущается, но да, здесь немножечко полегче, чем возле глаз. Так. Немного натяну. Так. И вот сюда. Вот сюда. Так. 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 Так, осталась у нас тоже ровно половинка. Так. Вот сюда тоже теперь кремчики-то задрал. Так. Так. Немножечко так дотяну. Так. 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 И вот с другой стороны еще чуть-чуть. Так. 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 Ну, как вы? Все хорошо, ну прекрасно. Отлично. Мне кажется, что больше добавлять не нужно. Как я и сказала, подождем, посмотрим. Потом, если что, я вам добавлю уже со скидочкой, потому что я все же придерживаюсь того лучше не доколоть, чем переколоть. Поэтому перестрахуемся, хорошо? Далее. Теперь приступим к носогубным складочкам. Одну сторону, потом вторую. Здесь, возможно, будет немножечко побольнее, но тоже очень-очень терпимо, так что вы не переживайте. Так. Так. Как ощущения? Тоже, что я терпила, но прекрасно. Вы умница. Вы молодец. Все терпите. Давайте немножко начну. Так, чуть-чуть. Так. 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 Все. Как раз тоже половинка осталась во вторую сторону сейчас. Так, протру. Ну да, немножко все равно онемело, поэтому это тоже помогает избавиться от неприятных каких-то ощущений. Так. 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 Еще чуть-чуть-чуть. Так. Начинаем немножко. Так. 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 Ну, собственно, все. Так. 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 Нормальная реакция. Нормальная реакция. Абсолютно. Ну вот. Все в пределах нормы. Без покраснений никак. Все равно это как ни груди. Типовое повреждение кожи происходит. Нарушение кожного покрова. Поэтому тут никуда от этого не детство. Так. Все же хотите еще сюда немножко уколоть? Я не вправе вас останавливать и отговаривать, как скажете. Потому что если вас это беспокоит, то есть вы же себя видите каждый день в зеркале. И если вас это напрягает, если как-то мешает самооценке, то без проблем давайте немножко уколем. Так. Но все равно, наверное, нужно будет нанести капельку обезболивающего. Я бы все равно рекомендовала. Потому что... Ну так будет полегче. Тоже тогда... Вколем. Совсем немножко. Совсем чуть-чуть. Опять же. Лучше не доголоть, чем переборщить. Так. Ну вот здесь уже покраснения проходят уже. Прям получше. Чуть-чуть при полости есть, конечно, от проколов, но это все временное. Сегодня вы не умываетесь. То есть сегодня, вот как я вам все протерла, я еще личико полностью протру специальным средством. И сегодня вы ложитесь спать, не умывая, чтобы ничего не занести. И, конечно же, лицо не трогаем руками. Даже если вы думаете, что они чистые. Говорили? Ну а завтра с утра, как обычно, все можете умываться. И в целом даже уже наносить косметику. Ну такую легкую, какую-то пудрочку или еще что-то. Хорошо? Так, давайте вот тут удалим. Совсем чуть-чуть тогда. Так. Немножечко натянем. Так. Оп, кожицу. Оп. Так. И вот с этой стороны. Как ощущения у вас? Тоже ты почти не чувствуешь? Так. Я тоже думаю, что на этом все. Немножко покраснело. Но крови нет. Все нормально. Но я думаю достаточно. На первый раз это даже многовато. Вообще я обычно рекомендую начать с какой-то одной зоны и посмотреть на результат, на ощущения, потому что ну вдруг вам не понравится. Но мы здесь нанесли, кололи вам, но вот совсем, совсем мало. Поэтому я думаю, что есть вероятно, что вы ко мне еще вернетесь за дополнительными уколами. Но тут хозяин-парин, я самое главное сделаю все максимально безопасно, насколько это вообще возможно. Так, давайте я сейчас полностью протру личико, чтобы вам уже вечером не умываться. У вас никаких мероприятий не запланировано на сегодня. Ну хорошо. Лучше, конечно, пойти домой нигде на улице в общественных местах. Чтобы не гулять, не появляться, посидеть спокойненько дома в чистоте, чтобы не рисковать никакой заразы и прочее. Чтобы ничего нам не занести, потому что как ни крути, то все равно маленькие проколы и повреждения кошек, да, может попасть в какая-нибудь зараза, которая нам вообще не нужна. Личико уже достаточно, если честно, такое спокойное стало, достаточно однородное и приходит в норму. Давайте я вам сейчас тоже нанесу обесцараживающий крем. Он очень легкий, не жирненький, подходит всем типам кожи, поэтому не высовет никаких не аллергических реакций, не воспалений, не загуборивает упор, поэтому... И такой он идет немножечко бактерицидный, поэтому все микропрокольчики, которые у вас были, они в безопасности. Ну и желательно, конечно же, конечно же, используются SPF-кремом, да вообще летом лучше пользоваться им постоянно. Так, хорошо. Так, ну что... Так, ну я не прикасаюсь, так вот. Немножко смотрю, везде все прокольчики равномерные. Еще немножечко есть такие прибухлости от иголочки, но в целом они такие незаметные, поэтому не переживайте, выглядите вы прекрасно. Так, хорошо. Так, ну если вдруг что-то случится, не дай бог, конечно, но или же у вас возникнут какие-то вопросы, что-то будет непонятно, или... Ну мало ли будет какая-то где-то реакция кожи, без проблем пишите, звоните, спрашивайте, не стесняйтесь, хорошо? Вот. Ну и когда уже вы увидите результат, посмотрите, как кожа себя ведет, тогда уже для себя, конечно же, решите, нужно ли вам добавлять еще, или же можно оставить так, как есть, спокойненько ходить, годом-год, потому что все эти препараты рассасываются индивидуально. У кого более спокойный образ жизни, держит все подольше, кто более активный, там, спорт или еще что-то, там препараты рассасывают гораздо быстрее, и поэтому я не могу вам дать точные сроки, когда препараты рассосутся, или насколько долго буду держаться и работать. Наблюдайте, смотрите, как вообще мимика будет работать, как все ровненько, может быть, куда-то нужно добавить, потому что я, ну, как вы поняли, вколола абсолютно одинаковое количество, но все мы не симметричные. Где-то улыбаемся, где-то больше морщинок, где-то меньше, поэтому тут только смотреть на результат. Хорошо? Так, ну, на этом мы с вами закончили. Все было хорошо. Я очень рада. Рада, что вы хорошо переносите боль. Рада, что у вас такой болевой корок, что все так легко прошло, потому что оно у всех по-разному. И если что, обращайтесь, или что-то еще захотите сделать личиком, то я всегда к вашим услугам. Спасибо, что обратились именно ко мне, была рада с вами поработать. До скорой встречи. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...